В Северной столице завершил работу Петербургский международный экономический форум. В этом году он получил приставку «Самый» за рекордное число участников, за количество подписанных соглашений и в целом за атмосферу. Каким стал международный экономический форум для Ненецкого округа, расскажет Мария Владимирова. Петербургский международный экономический форум традиционно проходит здесь, на площадке экспо-форума. В этом году для его проведения застроили 120 тысяч квадратных метров площадей. Это почти 17 футбольных полей. С каждым годом интерес к форуму растет. В этом году на участие в нем заявились представители из 140 стран мира или почти 12 тысяч человек, в их числе и делегация из Ненецкого округа. В рабочей повестке делегации Ненецкого округа, которую возглавил глава региона Александр Цибульский, почти десяток мероприятий. Ряд из них по правилам форума проходит без камеры или в протокольном режиме. Одно из таких – заседание Консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросам реализации нацпроектов. Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, выполнение 12 национальных проектов является стратегической задачей для всех органов власти. Сказать, что уже сегодня есть конкретные решения, я не буду, поскольку вы знаете, что заседание носило закрытый характер. В этом смысле могу отметить лишь одно, что действительно те предложения по совершенствованию работы, которые сегодня рассматриваются и решения, по которым будут приниматься после доклада президенту, они крайне актуальны и носят в себе действительно возможные разрешения тех проблем, которые сегодня технически возникают для оптимального достижения задач национальных проектов. В Петербургский международный экономический форум традиционно выступает и площадкой для подписания соглашений. Всего в этом году на полях форума заключено 650 соглашений. Два из них в копилке Нейнского округа. Так регион будет сотрудничать с Почтой России. Подписи под документом поставили губернатор Нейнского округа Александр Цибульский и генеральный директор Почты России Николай Подгузов. Соглашение подписано. Подписанное соглашение является результатом совместной работы региональной власти и федерального учреждения по плану развития почтовой связи в Нейнском округе. Это очень важно, потому что зачастую почта – это единственный объект инфраструктуры на территории региона. И нам правильно в координации с регионом почту насыщать услугами и делать ее удобной и доступной для жителей этого северного края. Соглашение определяет взаимодействие сторон в сфере совершенствования и развития почтовой связи на территории региона. У нас здесь идет речь, в том числе о совместном и, что очень важном, обновлении инфраструктуры. Почта зачастую у нас в деревнях находится в не самом лучшем состоянии. Поэтому будем работать. Я уверен, что в ближайшее время наши жители уже почувствуют практический эффект от подписанного совместного соглашения. Кроме того, стороны намерены совместно работать по вопросам повышения доступности почтовых услуг, комплектования филиала Почты России в Нейнском округе квалифицированными кадрами, защиты потребительского рынка от нелицензированных услуг связи, внедрение высокотехнологичных услуг по доставке пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, приема коммунальных платежей. Еще одно соглашение на полях форума губернатором Нейнского округа заключено с губернатором Московской области. Александр Цибульский и Андрей Воробьев подписали соглашение о сотрудничестве между органами власти субъектов. Речь идет об имплементации в округе специализированной информационной системы централизации государственных закупок. На сегодняшний день у нас закупки не централизованы. Оттого у меня есть точная уверенность, что их эффективность может быть существенно улучшена. Большое количество позиций у нас торгуются без конкурсов до 100 тысяч рублей. Много конкурсных позиций разбиваются на лоты для того, чтобы также упростить процедуру торгов. Вот та система, которую мы имплементируем, а есть идея с 1 октября вместе с системой электронного документа оборота, о которой я говорил ранее, также применить эту систему централизованных закупок. Я думаю, что с 1 октября это будет абсолютно транспарентная, прозрачная система закупок, в которой мы будем видеть каждую копейку, которая выходит на конкурс. Кроме этого, документ определяет планы по взаимодействию регионов при выработке оптимальных решений в IT-сфере, в том числе по отдельным вопросам цифровой трансформации. Речь идет в частности об обмене опытом регионов в рамках организации совместных тематических форумов, конференций, семинаров, круглых столов, выставок, рабочих встреч, консультаций и иных мероприятий. Одно из приглашений от московских фермеров в главе региона поступило прямо на форуме. Сегодня мы познакомились с главой Ниньско-автономного округа, и мы пригласили его, фермеров, сельхозпроизводителей региона, приехать к нам в августе на фестиваль в Истру и представить свой регион. У нас будет самый большой фермерский сырный фестиваль в истории России, будет больше 100 человек, будет 300 фермерских хозяйств и сыроварен. И я знаю, что продукты из Ниньско-автономного округа пользуются большой популярностью в Европе и в Германии. К нам приедет очень большое количество иностранцев. Что ответил Александр Витальевич? Он сказал, слушайте, классная идея, давайте будем двигать всеми силами наш регион. Мы должны быть лидерами. Это очень здорово, мне очень понравился такой настрой. Также на форуме Александр Цибульский принял участие в пленарном заседании. Его главным спикером стали президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики. Мария Владимирова, Антон Бодряков, телеканал «Север», Санкт-Петербург.